Привет, друзья! Сегодня будем ремонтировать стабилизатор Ресанта LUX ACN10000N1C. Поступил в ремонт такой стабилизатор. С неисправностью не включается. При разборке и детальном анализе было выявлено, что у него вздувшийся электролитический конденсатор по цепи питания есть. Также были обнаружены немножко поврежденные провода. И самое, что интересное, было обнаружено, что провода без запайки либо без гильз. То есть, они просто... Многожильный провод зажимается в контактных соединениях. А такое подключение, в принципе, недопустимо, потому что оно имеет нестабильный контакт со временем. Дальше разбираем детально, все осматриваем на наличие каких-либо повреждений. Вот. Вот этот конденсатор электролитический, вздувшийся. Он поврежден. Также поврежден линейный стабилизатор оказался на базе микросхемы 7805. Провода я все залудил качественно. Добавил также их в термоусадочку, чтобы было покрасивее и посимпатичнее. Ну и дальше продолжаем дальнейший ремонт. Значит, как выявилось, что у нас сгорела плата контроллера. Это вот эта вот красненькая платка, дополнительная, которая стоит на основной плате. Также пробит оказался линейный стабилизатор L7805 5-ти вольтовый. И высокое напряжение порядка 14-15 вольт пошло на плату контроллера вместо 5 вольт. Также была выведена из строя плата дисплея. Контроллер идентификации не поддается, потому что у него стерта маркировка, как можно видеть, какой-то фрезой. Вот плата индикатора ЖК дисплея. Она тоже умерла, потому что она также питалась 5 вольтами. И на нее было подано высокое напряжение порядка 14-15 вольт. Может быть, там даже было и больше в момент всплеска первичного напряжения. Это, в принципе, неудивительно. Там, скорее всего, даже больше 30 вольт пошло. Ну вот, как-то так. Дальше будем выпаивать плату при помощи либо оплетки, либо многожильного провода, как я здесь сделал. Вот таким вот образом, типа как оплеткой, удаляем припой и выпаиваем плату. Всем привет еще раз, друзья! Сегодня продолжаем ремонт стабилизатора Ресанта Люкс. Вот пришли мне запчасти. Приехали мозги. Это контроллер с операционным усилителем, который здесь вот стоит. И дисплейный модуль. Дисплейный модуль, потому что он тоже запитывается от этой платы. И подозрение, что он тоже вышел в устрою. Данная фигня обошлась в полтора рубля вместе с доставкой. Заказывал в сервисном центре в городе Волгограде. Ну вот такая вот вот она маркировка этой платы. Кому, может, интересно будет. Так, сейчас я расскажу, как выпаивать впаянную в плату другую плату. Можно использовать олово-отсос здесь не очень эффективен. Можно использовать либо медную оплетку, либо, как я по-нищебродски взял многожильный провод на 2,5 квадрата, зачистил его, нанес немножко флюса. Вот. И прикладывая вот так к дорожкам, паяльником прижимаю провод, и на него налипает весь припой. И получается вот так вот она прям очищает так вот замечательно. Не хуже, чем оплёточка. И потом, теперь мы эту просто плату неисправного контроллера вот так вот ее пошатываю чуть-чуть вверх-вниз. И просто ее вытаскиваем, не повреждая дорожек. Вот она плата вышедшего из строя контроллера, потому что на его вход вместо 5 вольт пошло 14 ли, 16 ли вольт. из-за скачка напряжения. Контроллер здесь сделан хитро. Производитель данного стабилизатора решил удалить маркировку, чтобы нельзя было его идентифицировать. На новом модуле все то же самое абсолютно. Ну, а это операционный усилитель типа LM. Ну, да, LM3240G. Четырехканальный, по-моему, если не ошибаюсь, операционный усилитель. Ну, а это вот маркировка стерта драйвером. Вот такие пироги. Сейчас мы новый модуль сюда впаяем и будем проверять данное устройство. Платы дисплея и платы контроллера абсолютно одинаковые. В отличие, ну, такие же, как и были оригинальные. Выбираются они согласно маркировке, указанной на самой плате в виде наклеечек или в виде вытравленных цифр и символов. Так, ну вот, запаиваем, значит, новую плату, наносим флюс. Флюс NC559, переплавленный в шприц для лучше дозировки удобной. Обязательно флюсуем вот эти выводы. Чтобы плата не вывалилась, я ее здесь на крайнюю ножку припаял, на крайний пин. И сейчас пройдемся все эти ножки обычным припоем POS-61 смоленского производства. Он мягкий, хороший, с канифолькой внутри. Отлично для таких целей, для пайки радиоэлектронной аппаратуры подходит такого характера. Сейчас ставим эту плату, запаиваем, подключаем новый дисплейный модуль навесным монтажом в навеск и подключаем, проверяем эту штуку всю целости в комплекте. Все целиком вернее проверяем. Как-то так. можно видеть, плата установлена запаяна всего так вот аккуратненько выглядит запаял обычным китайским паяльником st 2090 60 ватт 220 вольт такой у него стеклянный корпус мало ли может кому любопытно интересно будет такое то него не обгораемая жало и таким макаром все это под запаяли ну теперь сейчас подключим новый дисплей и попробуем включить через лампочку 50 ватт все это хозяйство в сеть и посмотрим так ну вот я запустил эту штуку всю собрал как бы дисплей тоже новый подключен вот входной 135 выход 196 потому что включена лампочка последовательно мощностью 50 ватт и естественно как бы трансформатор дает о себе знать ну давай те проверим правильность показаний что ли вот у нас здесь вход здесь у нас входное напряжение идет фаза 0 здесь он показывает 135 вольт реально 134 133 выход у нас подключена нагрузочка небольшая выходной 196 191 значит эта штука работает остается теперь придумать стабилизатор наверно все таки придется изменить 5 вольтовые вот этот накренки которая на теплоотводе вот это не придется наверное избавиться и поставить что-нибудь более существенное ну а так уже хороший положительный результат есть все-таки я решил изменить стабилизатор 5 вольт l7805 на импульсный стабилизатор китайского производства dc dc драйвера чтобы напряжение с 15 вольт с 14 15 вольт понижалась и было на выходе стабильное напряжение 5 вольт данная микросхема оснащена всеми необходимыми уровнями защиты как от перенапряжения от повышенного напряжения так и от коротких замыканий я думаю это будет своеобразной и надежной защиты в дальнейшем родной автомат оказался поврежденный как можно видеть одна клемма треснута то есть контакт в ней будет ненадежный поэтому данный автомат пришлось заменить на новый стоимость нового 1к рублей как можно видеть наглядно видно что он поврежден это уже новый автомат и его будем мы ставить с таким же током как и был оригинальный дальше собираем все хозяйство монтируем и зафиксируем провода подключаем все собираем еще раз проверяем монтаж ну и включаем для повторной проверки дабы убедиться что у нас все на будет нормально работать фиксируем автомат его но в его родном месте в гнезде ну и так же все это проверяем и смотрим что у нас из этого получилось вот как то так так ночью собрали мы рисанту а сн 10000 вот тут подключена нагрузка нагрузка у меня вот это тот блок питания для шуруповерта самодельной сеть у нас подается двумя этими проводами вот она воткнута последовательно через галогеновую лампочку на 50 ватт так на всякий случай заодно посмотрим как она будет выпрямлять и стабилизировать ночью включаем это у нас байпас это у нас работа автомат тоже кстати заменен на на новый включаем пошел обратный отсчет и вот она запустилась эта штука на входе 132 на выходе 195 лампочка светится как бы треть накала потому что трансформатор подключился силовой ну и здесь у нас есть появилось напряжение питания так почему можем принципе замерить напряжение на входе и на выходе с помощью цифрового мультиметра м 890 g но смотрим на входе 134 132 выхода смотрим выход 194 193 195 ну то есть стабилизатор стабилизирует по крайней мере пытается стабилизировать максимально выходное напряжение все работает как надо всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал с вами был дмитрий всем удачи и пока всем пока что Продолжение следует...